Согласен, это так. Не все застройщики платят комиссию. Можно прожимать на большие скидки этого человека, потому что он, как правило, не опытен в переговорах. Я бы тоже был бы крайне недоволен работой такого риэлтора, потому что риэлтор не выявил потребность, не поработал с клиентом. Зачем нужен риэлтор? Ведь можно сходить к застройщику, выбрать понравившуюся квартиру, приобрести и все. А на вторичном рынке жилья можно посмотреть объявления. Вот сегодня на эту тему разговариваем с Павлом Боровиковым. Поехали! Сегодня у меня в гостях знакомый вам уже Павел. Привет, Паша! Пристал. Спасибо, что пришел. У меня сегодня провокационный к тебе вопрос сразу с колес. Риэлтор – это надувалово. Это очень провокационная формулировка. Конечно же, хочется сразу же ответить, что ни в коем случае. Потому что в моем понимании риэлтор – это человек, который помогает. То есть, если помощь – это надувалово, то мне другая точка зрения. Я объясню, почему. Как ты правильно сказал, что можно купить квартиру застройщик напрямую? Нет проблем. Можно найти квартиру вторичную на Циане или на Авито и купить ее? Тоже нет каких проблем. То же самое, что можно вылечить зуб, смотря ролики на Ютюбе. То есть, можно сделать самому? Ну, это некорректное сравнение. Почему? Одно дело – лечить себя там как-то самостоятельно, а другое дело – прийти к застройщику, там сидит такой же продавец. Например, я объясняю тебе, что вот в первой секции вот такие трехкомнатные квартиры. Во второй секции вот такие трехкомнатные квартиры. Ты очень правильно говоришь. И знаешь, в чем здесь нюанс? Нюанс в том, что ты приходишь к продавцу, который нацелен на то, что продать тебе квартиру именно в этом жилом комплексе. А брокер даст тебе объективную оценку из трех, четырех, пяти жилокомплексов. Чувствуешь, да, разницу? Да. То есть, ты не будешь ориентирован только на один комплекс, точнее, не зная его минусы, потому что тебе менеджер дела продаж никогда не расскажет минусы про свой жилокомплекс, правильно? А брокер, имея объективную оценку, ему без разницы, какой жилокомплекс тебе продать, он подберет тебе лучший, исходя из твоего запроса. И в основном, если мы говорим про эконом, комфорт сегмент, то застройщики платят из маркетингового бюджета, из рекламного бюджета, комиссию брокеру. То есть, для покупателя конечного стоимость квартиры никаким образом не меняется. Но при этом покупатель приобретает в лице риелтора консильери. А консильери это очень важный человек, который поможет выбрать и убережет от ошибок при покупке недвижимости. Покупка недвижимости это, как мы знаем, пожалуй, самая дорогая покупка в жизни каждого человека. У меня есть следующий вопрос по этому поводу. Не все застройщики платят вот этот процент, не знаю, как правильно он называется. Поэтому не в интересах риелтора ввести туда покупателя и рассказывать про этот жилой комплекс, и вообще что-либо про него упоминать. Согласись. Согласен. Это так. Не все застройщики платят комиссию. Но сильные брокеры берут деньги за подбор. Если вы встречаетесь с риелтором, который говорит, я работаю бесплатно, мой служитель бесплатный, эта позиция слабая. Сильный брокер всегда загружен. То есть, у нас в компании мы берем деньги за подбор. И в таком случае мы реально за деньги клиента защищаем его интересы. И, как правило, добиваемся более выгодных условий для клиента, нежели даже он сам пришел напрямую, когда пишут, риелторов не беспокоить. Это как раз таки вот та позиция, когда нужно сразу же звонить. Можно прожимать на большие скидки этого человека, потому что он, как правило, не опытен в переговорах. И, зная все нюансы дома, квартиры, документов, можно получить крепкую скидку. Когда покупатель работает с брокером, он точно получит скидку. Если он приходит один, и он не платит риелтору, а риелтор находится в позиции, я работаю бесплатно, здесь, конечно, возникают вопросы. А у меня вот такой сразу вопрос возник. Вот риелтор берет за свои услуги дополнительные деньги, и ты говоришь, что это сильная позиция. Все так. Но при этом все равно он же получает дополнительную комиссию от застройщика, и все равно ему выгоднее вести к тому застройщику. К сожалению, на рынке есть такие риелторы. Мы, вот в нашей компании, у нас даже миссия выстраивания долгосрочных отношений с клиентами, и ключевое здесь долгосрочное. То есть нам не выгодно продать разовую какую-то квартиру. Нам выгодно очень долгое время работать с клиентом. Поэтому мы всегда закрываем глаза на комиссии, закрываем глаза на разовую выгоду, и ориентируемся только на долгосрочную выгоду клиента. И, соответственно, вот этот наш подход на протяжении 7 лет, мы видим, что он дает правильные ростки. Нельзя ни в коем случае ориентироваться на комиссию. Это в корне неверно. Мы все, у нас даже в обучении есть все. Никогда нельзя себя мотивировать разовой комиссией. Нужно мотивировать долгосрочными отношениями с клиентом. Ну, это правильная позиция, на мой взгляд. И счастье, если клиенту достанется вот такой честный риелтор, брокер. Но я сейчас маленькую историю расскажу, а потом задам вопрос. Я в своей жизни сталкивался с риелторами разными. И вот один случай. Мне нужно было купить квартиру. Я обратился к риелтору. И оказалось по факту, что этот человек просто просматривает объявления и скидывает мне на WhatsApp. Ну, вот вариант. Ну, вот вариант. Ну, вот вариант. У меня сразу же закралась мысль. А неужели я сам не могу этого делать? Просто заходить, как ты сказал, на ЦИАН, Авито и так далее. На сайт застройщика. И просто смотреть эти объявления. Понятно, если у меня времени нет, я загружен там по самое не хочу, то, конечно, я кому-то это делегирую. Но если у меня есть пару часов вечером дома, то, может быть, это делать самому. Подумал я тогда. Короче, я остался недоволен работой этого человека. Потому что я посчитал, что я зазря заплатил деньги. Ну, это не работа, на мой взгляд. Второй момент, с которым я столкнулся тут же, значит, это абсолютная некомпетентность работы в документах, договора. То есть, скажем так, отстаивание моих интересов. Я же полагаю, что человек разбирается в вопросе. Правда ведь? А оказалось, что нет. Вопрос. Перехожу к вопросу. Как мне, человеку, не разбирающимся в этой услуге, понять, где профессионал, который будет отстаивать мои интересы, а где человек, который, ну, вот просто объявление посмотрит и мне перешлет? Понимаешь этот вопрос? Понимаю. И я бы тоже был бы крайне недоволен работой такого риэлтора. Это вот одна из причин, почему у нас в компании мы называем наших партнеров, у нас Кулиговской партнеры компания называется, и мы называем всех партнеров брокерами. Потому что мы максимально дистанцируемся вот от этого, к сожалению, негативно сложившегося имиджа риэлтора. А, то есть вы даже слово риэлтор убрали из лексикона. Да, у нас брокеры. Почему? Потому что помимо доставления долгосрочных отношений, вот мы так просто варианты не будем отправлять. То есть мы сначала встретимся, поговорим, то есть, что важно, какие критерии, почему именно эти критерии, почему именно здесь, куда будут ходить дети, то есть, а почему именно сюда. И основываясь на соковой совокупности вот этих вот факторов, будем предлагать варианты. Этих вариантов не будет много, потому что их априори не может быть много. Предложим 3, 5, 7 вариантов. Исходя из этого, определимся, то есть, которые мы пойдем смотреть. Посмотрим 2, 3, 4 квартиры. Каждой квартире поставим оценку. Вернемся, опять же, за стол переговоров. Сделаем ретроспективу. Какой вариант больше подошел. Обсудим его и сделаем предложение. Соответственно, работа риэлтора заключается в том, чтобы понять потребность клиента. А если ее нет, то сформировать. Очень часто сталкивался на практике с тем, что клиенты риэлторам говорили, хочу дом недалеко от Екатеринбурга полностью с ремонтом. В итоге, знаешь, что покупали. В 60 километрах без ремонта коробки. Потому что риэлтор не выявил потребность, не поработал с клиентом. И в итоге клиент либо устал искать, либо поддался эмоциональному фактору, либо был хороший продавец, который продал вам это. Соответственно, брокер профессиональный, он как раз-таки должен беречь клиента от таких импульсивных решений. Вот, согласен. Так как человеку на старте понять, кто перед ним? Хороший брокер, который печется о чаяниях клиента и будет защищать его интересы? Или это так проходить? Мы же живем сейчас в прозрачном мире. То есть, пару советов. Ну, давай пару советов. Ну, давай пару советов. Не всегда это понятно. Просто можно загуглить человека. В Яндексе набрать фамилии, имя, отчество. Набрать название компании. Ты имеешь в виду, что отзывы про него почитать? Почитайте отзывы. А если нет? Хорошо. Есть у всех социальные сети. Социальный капитал никто не отменял. То есть, если вы заходите на страничку риэлтора, я сам видел это, к сожалению. И поэтому мне больно даже про это говорить, но когда риэлтор на своей страничке выкладывает всякие в основном фото там, да, это личная страничка, но ты профессионал рынка. Ты должен понимать, что твоя страничка открытая, ее видят, в том числе, потенциальные клиенты. Когда тут шашлыки, здесь бассейн, здесь просто в лесу, там на рыбалке, да, может быть, даже не совсем в едином виде. Это не портрет профессионального риэлтора. Ну, то есть, ты хочешь сказать, что... Если вы заходите на страничку по профессиональному брокеру, видите, как купить недвижимость, основные шипки в документах, лучшие три новостройки такого-то района. То есть, человек постоянно транслирует какую-то профессиональную информацию. Значит, он, как минимум, уже ее читает и анализирует. То есть, как минимум, человек, который умеет транслировать информацию, он сэкономит время. Второе, после социальных сетей, это, конечно же, пообщаться. Если вы, общаясь с риэлтором, понимаете, что, допустим, он не очень хорошо разговаривает, не задает вопросы, слушает, перебивает вас, постоянно что-то там пытается вам доказать, не понимает сути вашего обращения, то, наверное, вряд ли он уловит основное зерно, которое вы пытаетесь до него донести. И вряд ли из этого что-то вырастет прекрасное. Скорее всего, сорняки задавят вот эту вот историю с покупкой, либо с продажей. То есть, первое, смотрим в социальные сети. Просто Яндекс смотрим. Это первый критерий, который уже может что-то сказать. Второе, компанию. И третье, просто смотрим в социальные сети. Профессиональный брокер задает правильные вопросы и слушает, что говорит клиент. Если, допустим, мы даже своих брокеров учим, на показе вы должны знать всего два вопроса. Ну, как вам? И что скажете? Все. Этого достаточно, чтобы получить исчерпывающую информацию от клиента. А когда начинается вот, посмотрите, здесь у нас кухня, здесь у нас прихожая. Ну, человек же, как бы, он же, он, в принципе, видит, что это кухня, это прихожая. Зачем это, как бы, акцентировать внимание? Да, вы можете объяснить знания марок и брендов, да? То есть, если у вас какая-то суперфункциональная планировка, вы можете на этом акцентировать внимание. Но не нужно быть радио. Вы должны больше слушать клиента и задавать правильные вопросы. Если на встрече с риелтором вам задают правильные вопросы, и вы много говорите, раскрываетесь, значит, человек вас раскрыл, и он с большой вероятностью поймет, что вам нужно. После подбора квартиры идет сделка. Это документы, это кредиты, работа с бумагами. Как здесь понять, что все хорошо или что-то пошло не так? Ну, документами должен заниматься юрист. То есть, это не работа риелтора. Получается, если риелтор работает один, то он в априори не может оказать эти услуги? Нет. В компании может себе позволить, да? Его может быть юрист на аутсорсе, но 100% должен быть другой человек, который специализируется исключительно на работе с документами по недвижимости. И здесь, конечно, мы сейчас рассматриваем такие пограничные истории, когда человек пришел к застройщику, все очень просто. Либо там квартиру на старичке, все очень просто. Но в жизни мы ведь по факту имеем совсем другие пути клиента. Чтобы дойти до застройщика, нужно продать свою квартиру, либо оформить ипотеку. Чтобы, допустим, найти квартиру на авторичном рынке, нужно понимать ее историю. Если с застройщиками все предельно понятно, то есть если на работу по 214 ФЗ и так далее, то есть все прозрачно. А если квартиру на вторичке, где же открывается целый портал в ад, то есть это может быть и банкротство, это может быть и какие-то собственники фантомные, которые могут претендовать на эту недвижимость. А могут быть собственники сумасшедшие. Это сразу же сделку не фиксируют по законам. Да. Вот расскажи мне про мошенников. Много среди вашего, так сказать, хотел сказать брата, неправильно так называть? В вашей среде много мошенничества? В вашей среде нет. Потому что нужно разделять риэлторы на брокеры и мошенники. Это все-таки разные когорты абсолютно. Я понимаю. Хорошо, по-другому переформулирую. Насколько есть риск простому покупателю нарваться на мошенника? Я понимаю, да. Не чаще, чем встретить цыганку на вокзале. Ну то есть все-таки у нас это не очень распространенная история. Хорошо, как их идентифицировать и сразу отсечь? Есть такие лайфхаки? Здесь, к сожалению, универсальных лайфхаков нет. Но, опять же, то есть мы, если вернемся к первым трем пунктам, про которые мы говорили, посмотрите человека, компанию и встретиваясь социальной сети. Социальной сети. Это просто гигиенический минимум, я бы сказал. Можно обойтись без риэлтора? Можно. В чем минус тогда работы без риэлтора? Да, танцел букет. От переплаты, что минимальное грозит покупателю без риэлтора. И второе, покупка неликвиды. Допустим, вернемся там к тем же самым новостройкам. Я беру самые банальные варианты, чтобы просто в гебель не уходить, потому что покупатель же может купить вторичку, может купить коттедж, а может купить землю. Правильно? Это все разные истории. И вот везде можно попасть на неликвид. Просто новостройка. Переходим в отдел продаж. Нам менеджер продает планировку, ставит себе план продаж. Молодец, закрыл сделочку. А покупатель впоследствии не может ее продать, либо теряет 5, либо 15% на перепродаже последующей. Почему? Просто он купил квартиру с кухней 9 метров, а спальней 15. А надо было взять кухню-гостиную 15, а спальню 10. Ну, просто это банальный пример. Я метражи просто тоже с потолка взял. Либо, допустим, все почему? Потому что такие планировки пользуются большим спросом и они дороже уходят. Либо, допустим, берем тот же самый популярный ЖК, который сейчас строит, будет строить ГМК на Белинского фрунзе. Да? Белинского ЖК, как он называется? Никольский. Там есть 4 варианта однокомнатных квартир. И только одна самая классная. Думаешь, вот в отделе продаж тебе скажут, какая классная? Конечно, не скажут. Для этого вам надо прийти ко мне, я вам планировку нарисую. Чтобы получить помощь по вашей планировке, нужно зайти на сайт градис.ру, нажать на вкладку «Консультации по планировкам», далее нажать на «Записаться на консультацию», указать почту, номер телефона и ваше имя и нажать на «Оставить заявку». Там шикарная планировка. То есть там панорамное окно в пол, французский балкончик, большая кухня-гостиная и классное зонирование санузла с градиробной. А все остальные, а другие три, вот прямо есть, вот нужно будет обращаться к тебе, чтобы их там... А вы, когда продаете, предлагаете планировки, вы расставляете мебель хотя бы примерно или вы просто вот квадратный метр и это хорошо? А там дальше сам расставляете? Я считаю, что каждому заниматься своим делом. Сто процентов. Это же касается, допустим, покупки коттеджа. Когда брокер, брокеры говорят, ну это нормально дом или нет? То есть, ну там, конструктив, инженерные сети, кровлю, фундаменты, это все должен оценивать профессионал. Ни в коем случае, то есть, нельзя всецело доверяться мнению брокера, потому что он не строитель, он не знает всех этих мюансов. То же самое и здесь. То есть, да, что-то можно прикинуть на коленки, но профессионально расставить перед покупкой мебель, мне кажется, лучше заплатить 10, 20, 30 тысяч рублей и потом не кусать себе локти, что у вас не вазит диван со столом на кухню. Ну, вот это как раз та услуга, которую я оказываю клиентам и часто обращаюсь. Да, ну, ты же согласен, что это правильно. Лучше заранее расставить мебель, это стоит реально копейки по сравнению с покупкой квартиры и чтобы быть стопроцентно уверенным в том, что вот прямо это вот твое, ну, надо расставить. Потому что в моей практике миллион примеров, когда люди радостные купили квартиру большую, с большими квадратными метрами, а все их хотелки ну, не помещаются. Банально, там нет места там под постирочную, они мечтали, мечтали об острове на кухне, а он не просто не помещается. Ну, и так далее и тому подобное. А все это зависит не от квадратных метров, а банально от конфигурации помещений. Вот и все, вот и вся история. Ну, что, будем дружить дизайнеры и риэлторы, да, товарищи? В общем, пишите в комментариях ваши истории с риэлторами. Вот у меня это богатая история, вот я и на мошенников и на каких-то дармоедов просто вообще. в общем, ты как магния какой-то для таких людей. Слушай, может быть, давно живу, времена были непростые, это еще было задолго до того, как вы начали... Как появился интернет, я понял. Еще как появился интернет, да. В общем, историй было много. Поделитесь своими историями, ну, либо напишите, что бы вы хотели узнать по этой теме более конкретно. Я сегодня лишь пытался выяснить, нужен мне риэлтор и вам или не нужен. Ну, в общем, все зависит от правильного выбора. Делайте правильный выбор и, собственно, не будете знать бед. Правильно время на поиски и проверки и так далее самостоятельно, а переложить это на мужественные, правильные плечи, то брокер, конечно, здесь необходим. Друзья, ставьте лайк. Для вас сегодня старался Павел Боровиков, продавец самой дорогой недвижимости в городе Екатеринбург. Один час времени вы не представляете, сколько у него стоит. А вы просто пальчик ему подарите. Все, всем пока. Да пребудет с вами муза. А, да, подписаться не забудьте.